Я установил все самые крутые моды на новую версию Майнкрафт 1.16.4 И в сегодняшнем видео вы увидите, как я выживал на этой сборке ровно 100 майнкрафтовских дней. Один день в нашей игре длится ровно 20 минут, а это значит, что в общей сложности мое выживание заняло чуть больше 33 часов. В конце видео вы узнаете, что я успел сделать за такой промежуток времени, какую построить базу, механизмы, автоматические фермы, сколько убить боссов и как распахать моды. Но сначала я бы хотел поздравить всех с новым 2021 годом. И также сообщить, что сейчас я готовлю очень крутой видос, который выложу, когда на канале стукнет 100 тысяч подписчиков. Поэтому если вы хотите как можно скорее его увидеть и ни в коем случае не пропустить, то просто нажмите на кнопку подписаться. Для меня это будет самый приятный подарок. Появился я в каких-то горах, и поскольку здесь есть мод на генерацию, то весь мир Майнкрафта, конечно же, будет сильно отличаться от ванильного. Хоть это и Майнкрафт с модами, но начало выживания ничем не изменилось. Я, как обычно, первым деревом пошел рубить дерево. Из него сделал доски, потом скрафтил верстак, и уже после этого я заметил первое существенное изменение игрового процесса. А именно, когда я сделал верстак и положил его в инвентарь, то у меня появилась кнопка, при нажатии которой открывается сетка крафта 3х3. И это значит, что процесс крафта значительно упростился. Теперь у меня есть некое подобие карманного верстака. Далее я отправился в путешествие и нашел корабль на пляже. На нем был сундук, который минуту не хотел открываться, но как только он это сделал, то внутри я обнаружил книжки, а также карту с кладом. Также на корабле я нашел еще второй сундук, в котором уже закровища были покруче. Поскольку парус корабля полностью состоял из шерсти, то ее будет логично забрать для того, чтобы скрафтить кровать. Именно это я и сделал, но только есть один минус. Мне категорически нельзя спать на этой сборке. Поскольку если я пропущу ночь, то получается, что день будет неполный. В первый день я даже умудрился умереть в лаве, но зато я узнал то, что после смерти вещи не выпадают и остаются в сундуке, к которому можно подойти и спокойно их все забрать, и сундук пропадет. Потом я убил первого моба, получив достижение, собрал тростник и на этом первый день закончился. Второй день начался с того, что я нашел разрушенный портал в Нижний мир. В сундуке, который стоял рядом, я взял немного золотых самородков и обсидиана. Потом я встретил курочек и решил добыть себе немного пропитания. А потом я обнаружил то, что мне было больше всего необходимо. Это деревня, которая располагалась в снежном биоме. Здесь есть уже готовая еда, также домики, и я могу начать располагаться и строить базу. Также в каждой деревне спавнятся обелиски, после активации которых можно будет телепортироваться друг к другу. Но правда на это тратится один уровень опыта. Я понакрафтил печек, начал переплавлять курятину, также сделал несколько сундуков и выложил туда весь свой собранный лут. Далее я скрафтил факела, начал освещать деревню и заметил, что рядом с ней оказывается была какая-то высокая башня. И по-моему на самой верхушке у нее есть какой-то босс, но поскольку у меня нету никакого снаряжения, то будет идти в эту башню очень опасно. А пока я решил сделать ферму пшеницы, чтобы была какая-то еда. А так уже в принципе можно отправляться в шахту, потому что у меня нету никаких ресурсов, поэтому я начал ее выкапывать. Шахты здесь очень атмосферные, они нереально огромные, и самое главное, что в них можно найти куча спавнеров различных мобов. После того, как я один день покопался в шахте, то у меня уже было достаточное количество ресурсов, чтобы сделать стол кузнеца. Он мне нужен для того, чтобы прокачать деревянный крюк хотя бы до железного. Крюк это очень крутая штука, потому что с помощью него можно быстрее добывать листья, а также выпадает больше ресурсов с различных растений. На следующий день я вспомнил, что на этой сборке же есть нереально крутая и облегчающая выживание вещь. Называется она молот, которым можно копать 3 на 3 блока. Я, наверное, этими молотами буду пользоваться на протяжении всего выживания, и насколько же круто, что их можно сделать практически из любых ресурсов. Я скрафтил из серебряных слитков с 5 сотенами прочности, и для начала выживания он подойдет как-никак кстати. Я тут, как обычно, копался в шахте, и... Ёп твою врать, на меня сундук напал! Но после того, как я его убил, с него выпала интересная вещица. Это что-то наподобие аксессуаров из террарии, кто играл, тот поймет. Именно с этого мимика выпала какая-то пивная каска, которая толком не дает каких-то полезных эффектов. Она надевается в слот аксессуаров, но главное, что можно найти действительно полезные вещи, как, например, двойной прыжок, иммунитет клави и так далее. Далее я продолжил гулять под землей и нашел заброшенную шахту. Но не обычную, а волшебную! Ладно, шучу, не волшебную, хотя кто его знает. В общем, я нашел заброшенную ледяную шахту, это очень круто, но толком она ничем не отличается, только состоит из льда. На шестой день я нашел крафт очень похожей штуки на молоток, называется экскаватор. Он также копает три на три, но только уже не камень и твердые блоки, а землю, гравий, песок и так далее. Также в этот день я решил расширить свою ферму, чтобы было больше пшеницы. Но и скрафтить железный сет, чтобы у меня наконец-то было какое-то снаряжение. На седьмой день я снова отправился под землю, в то место, где нашел ледяную заброшенную шахту, и там я обнаружил спавнер скелетов. Я решил пока что огородить и осветить это все пространство, чтобы в будущем сделать автоматическую ферму. И спавнер здесь оказывается не один, их тут три штуки, и все они в одном чанке. Это невероятная удача. На восьмой день я занялся строительством фермы тростника. Ведь хоть я и играю на сборке с кучей модов, но все равно здесь достаточно мало инструментов с высокой скоростью и бесконечной прочностью. И тем более скрафтить у меня их получится еще не скоро. Поэтому мне бы очень пригодились зачарования, эффективности, починки, защиты и, конечно же, удачи. Весь девятый день я полностью провел в шахте, чтобы добыть достаточное количество ресурсов для начала крафтинга различных механизмов. И, кстати, я нашел первые алмазы. Но для крафта любого механизма мне понадобится такой ресурс, как резина. Она добывается путем переплавки каучука, который растет на специальных деревьях. У себя рядом с базой я нигде не нашел каучуковое дерево, поэтому я отправился в поиски. Ну а пока искал каучука, добыл немножечко песочка. Уже скоро я нашел это дерево, полностью его срубил и добыл саженцы. И, кстати, рядом с этим деревом также заспавнилась эта высокая башня. Я решил в нее зайти, побывать на первом этаже и нашел там сундук, в котором была подушка-пердушка. Я ее надел на голову и сразу не понял, как она работает, но зато в дальнейшем я это узнал. И, господи, насколько же это угарная вещь. Собранные саженцы каучукового дерева я рассадил у себя на базе, чтобы собирать каучук. И как только они выросли, я скрафтил краники, которыми нажимал на специальные потеки, после чего выпадал этот самый каучук. Я его начал переплавлять и, наконец-то, получил долгожданную резину. Также на 10-й день я скрафтил абордажный крюк. Вещь прикольная, с помощью нее можно забираться на разные горы, но пользоваться я ей, конечно же, не буду. И, кстати, поскольку я не сплю, чтобы пропускать ночь, то каждый день ко мне будут прилетать фантомы. Но поскольку я все время был под землей, то встретил я их только на 10-й день. На 11-й день я, наконец-то, скрафтил первый механизм. И даже не то чтобы механизм, это генератор, который будет вырабатывать энергию, на которую будут работать механизмы. Называется он твердотопливный и производит энергию он из обычного угля. Также я скрафтил дробилку, которая позволяет одну руду превращать аж в два слитка путем передрабливания руды в пыль. 12-й и 13-й день я посвятил строительству базы и, наконец-то, сделаю крышу от этих дебильных фантомов, которые прилетают каждый день. В начале 14-го дня я решил сделать такую штуку, которая называется кузнечный молот. Он немного похож на наковальню, но применение у него другое. Он позволяет создавать некоторые рецепты, необходимые в других крафтах. Также я сделал экстрактор. Благодаря нему можно будет получать 3 резины из одного каучука вместо одной. Конечно, всё круто, я уже могу добывать энергию, но нету никакого механизма, в котором я смогу её хранить. Поэтому на 15-й день я сделал энергохранитель. И чё, возможно, некоторые могли подумать, что ЧЁРТ! Иванчила! А как ты играешь с индастриукрафтом на версии 1.164? Но на самом деле это не индастриукрафт, да, он очень на него похож, но называется этот мод тех реборн. На следующий день я серьёзно занялся собирательством дерева. Также я обнаружил новый, очень выгодный материал, из которого можно делать молоты. Это бронзовые слитки, которые создаются из меди и олова. Их можно создавать в большом количестве и делать куча молотов. Конечно, прочность у них будет по 500 единиц, но самое главное преимущество этого материала это распространённость. Далее я подумал, что было бы неплохо создать какой-то бесконечный источник энергии. И первое, на что у меня упал взгляд, это водяная мельница. Я пошёл расчищать территорию, чтобы где-то её поставить, и, господи, зачем же я расположился в этом снежном дурацком биоме? Здесь постоянно появляется куча снега. Ну ладно, зато атмосферненько. Итак, конструкция будет выглядеть таким образом. Это яма 3х3 блока, которая заполнена полностью водой. После этого посередине я ставлю водяную мельницу, и она начинает вырабатывать энергию. Итак, 18 и 19 день я решил посвятить строительству фермы коров. Я сделал для них большой загончик, нашёл две коровы в соседнем лесу, привёл их в свой за год и начал размножать. День 20 я нашёл меч, который гораздо сильнее, чем обычный железный, хотя делается тоже из тех же слитков. 21 и 22 дни я также провёл полностью в шахте, чтобы добыть ресурсов. На следующий день в шахте, в бочке, я нашёл сломанное ядро полёта, из которого можно будет сделать элитру, даже не попадая в энд. Здесь есть куча разновидностей разных элитр, но чтобы её скрафтить, мне нужен сгусток слизи, которого у меня не было. Также я обнаружил, что на этой сборке можно делать двойной сундук по вертикали. Ещё я сделал алмазный шахтёрский инструмент, это покруче, чем обычная алмазная кирка, потому что он может ещё копать и землю. И сразу же после его появления я пошёл добывать обсидиан, чтобы построить портал в Нижний мир. Поскольку в обновлении 1.16 ад кардинально изменили, он стал гораздо атмосфернее и прикольнее. Я в нём подобывал кварцевые руды, поубивал магма слизней, посражался с пиглинами, добыл свитокамни, убил первого гаста на этой сборке его же фейерболом, и также сделал огненный молот на 1500 прочности из адских предметов. Копает он довольно медленно, без каких-либо зачарований, но главное его преимущество, то что все предметы, вскопанные им, переплавляются. 26 и 27 день я занимался крафтом механизмов, сделал базовую плавильную печь из астрома, и на которой можно создавать электрумовые слитки, а также промышленный электролизёр, с помощью которого я получил алюминиевую пыль. Эти ресурсы в дальнейшем мне понадобятся. Ну и ни в коем случае не забыл про коровок, и продолжил их размножать. На 28 день я отправился добывать глину. Она, а также кирпичи, которые из неё делаются, понадобятся мне в строительстве коксовой и доменной печи. Для начала из кирпичей я сделал небольшие кучки кирпичной пыли, из них скрафтил кирпичную пыль, соединил их с обычной глиной и получил огненную глину. Теперь если её переплавить, то получатся огненные слитки, из которых создаются огненные кирпичи, которые используются в строительстве доменной печи и в крафте её контроллера. Вообще коксовая печь мне нужна для создания коксового угля, которая используется в создании стальных слитков на доменной печи. Остальные слитки нужны для того, чтобы крафтить более крутое снаряжение, инструменты и оружие. На 29 день я скрафтил контроллер уже коксовой печи, а на 30 я наконец-то насобирал нужное количество ресурсов, чтобы сделать зачаровальню 30 уровня. Я построил для неё отдельную комнатку, поставил зачаровальню, расположил книжные полки и наконец-то пришло время зачаровывать инструменты на 30 уровень. На следующий день я пошёл испробовать всю силу своего нового крутого зачарованного молота. На 32 день я дальше продолжил создавать необходимые блоки для строительства коксовой доменной печи. День 33 я решил немножечко облагородить свою ферму. И наконец-то день 34 я начал создание коксовой печи. Для её строительства требуется, во-первых, жидкостный входной люк, а также предметный выходной и входной люки. Посередине контроллер плавильни, а всё остальное заставляем обычными кирпичами. Конструкция 3х3 блока. И после того, как я её закончил, люки поменяли свою текстуру. Но коксовая печь не закончена, нужно будет скрафтить ещё несколько механизмов, но у меня пока на них не хватает ресурсов. Чтобы их добыть, снова придётся отправиться в шахту. И по этому поводу я решил скрафтить рюкзак и улучшить его на несколько ступеней. В него можно будет складывать большое количество ресурсов и экономить место в инвентаре. Я зачаровал свой огромный меч на 30 уровень и провёл остаток 35 дня в шахте. И на 36 день я скрафтил бронзовый котёл. Он мне потребуется для того, чтобы вырабатывать пар, на котором как раз таки работают домино и коксовые печи. Потом я начал выстраивать вот такую вот конструкцию. Из сундука будет забираться обычный уголь и попадать в коксовую печь. А потом готовый коксовый уголь будет забираться из коксовой печи и попадать уже в другой сундук. Забираются предметы из сундуков и из коксовой печи с помощью специальных вытягивателей. Далее я ставлю бронзовый котёл и присоединяю к нему жидкостные трубы, а также к входному жидкостному люку в коксовой печи. Далее я запихиваю в бронзовый котёл уголь, ключом выбираю режим, чтобы забиралась жидкость из этого котла, помещаю туда воду с помощью обычного ведра с водой и начинает вырабатываться пар и поступать в коксовую печь. Схема уже в принципе начала работать, но её можно ещё более автоматизировать. Это скрафтить помпу, и тогда вода будет автоматически попадать в бронзовый котёл. Теперь коксовую пыль я могу соединить с железной, и получится стальная. Если её положить в доминую печь и запустить, то получится стальной слиток. День 39 и 40 я снова провёл в шахте, чтобы добыть ресурсы для создания доминой печи. Также я нашёл ещё несколько прикольных аксессуаров и спавнеров. День 41. Начался он у меня необычно. На меня напали разбойники. Я отвесил им люлей, и всё стало нормально. Наконец-то я докрафтил необходимые люки, и я могу построить доминую печь. Её конструкция не сильно отличается от коксовой, разве что она на один уровень повыше. Для её работы также требуется пар, поэтому я присоединил жидкостные трубы, всякие сундуки, бурундуки, засунул в неё сырую стальную пыль, и через некоторое время получился стальной слиток. Как я сказал, из него можно создавать кучу всего интересного. Я скрафтил стальной молоток, зачаровал его, и провёл конец 42-го дня в шахте. На 43-й день я узнал, что оказывается двойные сундуки можно делать не только деревянные, но и железные, золотые, алмазные и так далее. Конечно, в них достаточно много слотов, но всё равно самый лучший способ хранения ресурсов остаётся МЕ-система, которую я уже в скором времени начну делать. Так, с день 44-й я понял, что генераторы водяной мельницы вырабатывают достаточно мало энергии, поэтому я нашёл ещё один бесконечный источник энергии, который часто пользовался популярностью в индастриокрафте, это солнечная панель. Но всё равно я увидел, что она генерирует малое количество энергии, это один еуфтик, поэтому мне нужно будет искать какой-то другой источник энергии. И я нашёл такой генератор, он будет вырабатывать аж 64 еуфтик. Но прежде чем его скрафтить, мне потребуются ещё некоторые механизмы. Первое, это твердотельный наполнитель для создания неколитовых слитков. Второе, это переработчик, на котором будет создаваться биомасса из растений. И третье, тот самый биогенератор, который будет вырабатывать 64 еуфтик, работая на биомассе. День 46, я наконец-то начал заниматься своим самым любимым модом, а именно создавать МЕ-систему. Сначала я сделал изменчивые кристаллы, которые являются основой в половине рецептов этого мода. Из них я сделал приёмщик энергии, который будет конвертировать еуфту энергию этого мода. Ну и также кабели, которые будут создавать саму МЕ-систему. Ну и поскольку у меня закончился кварц нижнего мира, который используется в крафте изменчивых кристаллов, то я решил на 47-й день немножечко отлечься и пойти покопаться в шахте. Ну а также найти слизнивый чанг, чтобы добыть сгустки слизи для крафта элитры. Я нашёл такой чанг и начал его выкапывать высотой в 3 блока, чтобы могли спавниться даже самые большие слизни. Но прошло очень много времени, и, к сожалению, ни один слизи не заспавнился, поэтому я придумал второй способ, как достать мне сгусток слизи. А именно я скрафтил промышленную центрифугу, в которую, если положить сгусток магмы, который выпадает с магмовых слизней, то получится обычный сгусток слизи. А также на следующий день я скрафтил ещё и основной дробитель, в котором можно получать сгустки магмы из обычных блоков магмы, которых просто обалдеть как много в нижнем мире. Вообще сгустки слизи мне нужны были для того, чтобы скрафтить липкие поршни, которые используются в крафте высекателей, в которых создаются процессоры, используемые во всяких крафтах в моде на МЕ-систему. Помните ту башню, которая стояла рядом с моей деревней? На 50-й день я, наконец-то, решился в неё отправиться. Я скрафтил железный лук, стрелы, и на следующий день отправился в эту башню. Она состоит из большого количества этажей, на каждом из которых расставлено по два спавнера зомби. Ну и, конечно, не без смертей. На самом последнем этаже была замочная скважина, которую я открыл 10-ю ключами, некоторые из которых скрафтил из золотых слитков, а остальные выбил зомби. С босса выпало 10 алмазов, а также бесполезная королевская мотыга на 32 прочности. На 52-й день я снова отправился в путешествие на поиски метеорита из Аплайта. Внутри него будет находиться сундук, в котором я смогу найти прессы для высекателя. Благодаря ним высекатели смогут функционировать. День 53-й я решил сделать схемку по автоматизации дроблению руды и переплавки. А потом подумал, почему бы мне не научиться летать и не сделать реактивный ранец. Благо на этой сборке есть замечательный мод на джетпаке, где вначале я могу сделать деревянный реактивный ранец и впоследствии, улучшая его, прийти до уровня назерита. Вначале я сделал деревянный джетпак, потом улучшил его до каменного и до железного. Чем выше уровень джетпака, тем быстрее он летает и больше внутреннее хранилище энергии. На 54-й день я отправился в Нижний мир добывать кварц, чтобы наконец-то закончить строительство МЕ-системы. И вот когда у меня теперь есть необходимое количество кварца, то я могу начать создание предметов, необходимых для построения МЕ-системы. Я скрафтил ускоритель роста кристаллов, чтобы быстрее выращивались кварцевые семена. Сделал зарядник, чтобы создавать заряженный истинный кварц. Понасоздавал разных процессоров. Скрафтил терминал крафта, благодаря которому у меня будет доступ к предметам в МЕ-системе. Также сделал МЕ-накопитель, положил туда ячейку, и теперь я могу хранить ресурсы в системе. В итоге всего один блок будет заменять мне десятки и даже сотни и тысячи самых больших сундуков. На 58-й день я решил немного расслабиться и покопался в шахте. А на 59-й я сделал первый автокрафт в своей МЕ-сети. Это значит, что я могу просто зайти в терминал, заказать какой-то определенный блок, и он у меня создастся автоматически. И мне нужно будет просто-напросто его забрать готовым. Я заказал лесоруб, это такой механизм, с помощью которого я смогу сделать автоферму дерева. В принципе, на 60-й день этим я и занялся. Сначала я сделал платформу из земли, потом поставил на нее лесоруб, в него запихал саженцы, костную муку и топор, а также подвел энергию. На 61-й день я отправился в ад, нашел там башню с пиглинами, облутал сундуки и, кстати, нашел первый незеритовый лом. Обычно его можно достать только переплавив незеритовые обломки, но на этой сборке возможно все. А также я нашел адский бастион из последнего обновления. Здесь меня также ждала куча пиглинов, сундуки с сокровищами, ну а также куча золота, которое я спер у пиглинов. Ух ты, а еще в очередном сундуке я нашел пластинку пикстепа. Обязательно нужно будет ее запустить на проигрывателе, когда вернусь домой. Конечно же, я не мог уйти от пиглинов, не поторговав с ними. Я надел полный сет золотой брони, после чего они перестали меня трогать, и я дал им золотой слиток. Он немного повдуплял на него и дал мне 9 спектральных стрел, кусок обсидиана и какой-то серный кварц. Как только я вернулся домой, сделал то, что обещал. День 62, я копался в шахте, и пока я это делал, то увидел, что заспаунился первый слайм. Значит, все-таки это слизневый чанг, и в будущем можно будет сделать автоферму слизи. Пришло время проверить, сколько дерева накопилось в лесорубе. Ну, конечно, я бы не сказал, что супер много, но не надо забывать, что это лесоруб первого уровня, а их всего 4. День 64, мне в голову пришла мысль сделать АФК-ферму рыбалки. Но оказывается, на этой сборке есть автоматический рыболов, который заменяет всю ферму одним блоком. Мне достаточно его поставить, и он будет сам фармить всякие книжки, ресурсы и так далее. День 65, я автоматизировал экстрактор и компрессор. 66-69 день, я решил полностью посвятить строительству базы. И знаете, я совсем забыл про элитры, а ведь у меня уже есть возможность их скрафтить, поскольку я нашел сгусток слизи. Я отправился добывать разные цветочки, чтобы скрафтить радужные элитры. Для начала я починил ядро полета, а потом скрафтил из него и из мисок с красителями радужные элитры. Надеваются они в специальный слот, который даже не видно в инвентаре, и вы просто посмотрите, насколько же они прикольные. Далее на этих элитрах я отправился искать новую деревню. Потому что в моей уже все жители померли, а мне нужно как-то добыть книгу на починку. Для этого можно использовать лайфхак с профессиями жителей. Сначала нужно найти безработного жителя, рядом с ним поставить кафедру, и он станет библиотекарем. А библиотекарь продаёт разные зачарованные книги. И если после того, как он стал библиотекарем, нету книги на починке, то можно просто-напросто сломать кафедру, он снова станет безработным жителем, потом снова ставим кафедру, он снова становится библиотекарем, и так можно продолжать до бесконечности, пока не появится книга на починку. Спустя тысяча миллионов лет это наконец-то произошло, но только теперь мне нужно где-то нафармить большое количество изумрудов. Первое, это можно продавать пшеницу фермеру. Второе, это продавать палки лучнику. Ну а также ему же можно продавать кремень, если у вас есть лопата на удачу. И супер много изумрудов вам обеспечено, но также можно еще продавать лодки, бумагу, но в принципе у меня уже и так было достаточное количество. И я наконец-то купил первую книгу на починку. Если кто не знает, то это зачарование позволяет чинить инструменты за счет получаемого опыта. Ну а если же сделать ферму того самого опыта, то это получается просто имбовая штука, что в дальнейшем я и сделаю. Ну а я тем временем 73 и 74 день решил провести в нижнем мире. Во-первых, чтобы починить свой шахтерский инструмент посредством получения опыта с кварца. А во-вторых, это на фарме джемчуги эндерменов, чтобы в скором времени отправиться на эндер дракона. И вы прикиньте, я даже нашел спавнер магма кубов. И в дальнейшем тоже можно будет сделать автофермочку. День 75 я нашел рецепт крутого алмазного меча, называется он катана. И наносит она по умолчанию без зачарования 14 урона. Еще я скрафтил алмазный лук, алмазную броню и позачаровывал все это дело на 30 уровень. Также у меня накопилось достаточно большое количество зачарованных ник с рыболова. И я также могу наложить все эти эффекты на свои оружие, инструменты и броню. В аду я нашел интересный тотем, который накладывает второго уровня эффект удачи и добычи на игрока. И если убивать рядом с ним каких-то мобов, то с них будет выпадать больше ресурсов. Но пока что я не знаю, складывается ли этот эффект как-то с зачарованием добычи и удачи. На 77 день я пошел в адскую крепость. Во-первых, мне нужно достать Сержни и Фрита для крафта Ока Эндера. А также, может быть, мне повезет и я найду еще одну книгу на починку в сундуках. Итак, день 78, я скрафтил Ока Эндера, подготовил все необходимое снаряжение и отправился искать портал в край. Кстати, элитры и джетпак это просто взрывное сочетание. Потому что с ними двумя можно летать просто опупить как быстро. Еще пока я летел, я нашел кучу интересных сооружений. Например, посмотрите на эту деревню жителей, насколько же классное и огромное здесь заспавнилось здание. И наконец-то Ока Эндера начало стремиться вниз. Значит, что я нашел крепость с порталом в край. Субтитры сделал DimaTorzok Портал активирован и в начале 80 дня я пошел сражаться с драконом. Субтитры сделал DimaTorzok Все, дракон повержен, я забрал яйцо и отправился искать город Края. Поскольку здесь есть мода, изменяющая генерацию Энда, то край здесь просто бесподобный. Я нашел руду Края, она используется в каком-то ритуале, прикольненько. Вот и первый город Края, с ним еще, кстати, заспавнился и корабль, а значит ванильные элитры у меня в кармане. Убил шалкера, забрал элитры, стырил кучу полезных вещей и сундуков, но и также забрал голову дракона. На 82 день я нашел такую интересную структуру в Энде, наверное, как раз здесь и должен производиться тот самый ритуал. Я облутал еще кучу всяких сундуков, пофармил эндерперлов и отправился домой. На 83 день я сделал молоток и экскаватор Края. Также я поснимал все зачарования с алмазной брони, которую нашел в Краю и заново зачаровал ее на 30 уровень и совместил со своей броней. В 84 день я провел, тестируя молот Края, кстати, достаточно классный инструмент, 3000 прочности и высокая скорость. Я запланировал убить еще одного очень мощного босса, но для него не будет достаточно алмазной брони, даже полностью зачарованной на самые крутые эффекты. Поэтому я решил добыть кучу Незерита и улучшить все свои алмазные инструменты, оружие и броню до Незеритового уровня. Я пошел в Нижний мир, спустился на 15 высоту, именно на ней находится самое большое количество древних обломков. Я придумал три способа, как можно искать Незерит. Я решил попробовать все из них и сравнить. Первое это взрывать туннель бомбами. Сначала нужно выкопать туннель в два блока, а потом просто отбегать назад, вслед кидая бомбы. В итоге получится вот такой вот разорванный туннель, где можно будет найти обломки. Но минус этого способа в том, что все взорванные блоки выпадают и попадают в инвентарь. Второй способ это кровати. В аду у них взрыв примерно в три раза больше, чем у бомбы. Но минус в том, что после взрыва все блоки поджигаются. И потом сложно ходить и искать обломки. Ну а также кровати не стакуются в инвентаре. Третий способ, как мне показалось, самый эффективный, быстрый и безопасный. Заключается он в том, чтобы просто копать туннель 3х3 с помощью молотка. Поскольку он зачарован на починку, то иногда будет встречаться кварц и он будет чиниться. И получается, что это просто бесконечный фарм Назерита без каких-либо дополнительных приспособлений. А также вскопанный туннель можно потом еще и взрывать бомбами. На восемь седьмой день я вернулся домой и положил все эти древние обломки в дробитель. Передрабливание из одного древнего обломка получается два Назеритового лома. В итоге я получил 54 ломов, соединил их с золотыми осколками и получил Назеритовые слитки. Теперь я могу снять всю свою алмазную броню, зайти в стол кузница, соединить их с Назеритовыми слитками и у меня получится Назеритовая броня с полностью сохраненными всеми зачарованиями. Ну и также я апгрейднул все свои оставшиеся инструменты и оружие в Назеритовые. День 88 я позапускал себя с катапульты. Да, здесь даже и такое имеется. Еще я нашел броню на этой сборке, которая будет покруче даже Назеритовой. У нее чуть-чуть меньше защиты, но зато у нее просто прекрасная особенность, в ней можно летать как в креативе. Чтобы ее начать создавать, сначала нужно сделать специальный редстоун. Для этого я поставил угольный блок и кликал по нему обычным редстоуном. Далее из него я создал такую интересную вещь, которую я назвал изучалкой. У нее есть внутренний интерфейс, в который нужно положить специальный бланк определенного моба или биома. Если убивать мобов, которые относятся к этому бланку, то у него будет прокачиваться уровень. Я скрафтил бланк края и это значит, что мне нужно убивать эндерменов, шалкеров или эндермитов. Но по какой-то причине я убивал эндерменов и он не прокачивался. И поэтому я решил сделать зомби бланк. Но он почему-то тоже не прокачивался. И вот спустя тысячи миллионов лет на 90-й день я разобрался в чем дело. Оказывается, тот бланк, который прокачиваешь, нужно было поместить в самый левый верхний слот в изучалке. И он наконец-то начал собирать очки. Поэтому я пошел к спавнерам зомби и начал их убивать в большом количестве. У бланков всего 4 уровня и чтобы прокачать его до самого последнего крутого, нужно убить как минимум 120 мобов, относящихся к этому бланку. Как только я его прокачал до самого последнего совершенного уровня, то мне нужно этот бланк объединить со специальным ключом. Тогда в ключ запишутся данные этого бланка и тут начинается самое интересное. Мне нужно нажать этим ключом по специальному блоку и тогда заспавнится босс. Зовут его системные гличи, поскольку бланк был последнего уровня, то и босс соответственно нереально жесткий. И самое главное, чтобы его заспавнить, нужна арена 20 на 20 блоков, на которой не будет находиться никаких блоков. Даже обычная вода, огонь и так далее, их нельзя ставить как перед боем, так и во время. Этот босс оказался настолько хардкорным, что мне даже не получилось снять ему половину жизни и он меня завалил в незеритовой броне. На 91 день я попробовал еще раз его завалить под действием зачарованного золотого яблока и у меня получилось. Но у меня нету такого количества золота, чтобы крафтить на каждый бой эти яблоки. Поэтому к следующей битве я решил подготовиться поосновательнее и понакрафтил всяких зелий. На 92 день я скрафтил переработчик лута. Из босса выпадают материи, которые относятся к бланку, который я прокачивал, и их можно перерабатывать в соответственные ресурсы. Далее я решил скрафтить еще два бланка и прокачать их до второго, а второй до третьего уровня, чтобы проверить насколько слабее будут боссы этих уровней. Также я скрафтил конденсатор материи, благодаря нему можно будет прокачивать эту броню, которую я крафчу. День 93 я решил немного отвлечься, слетал с закладом, который нашел в самом начале выживания. А также подумал, что было бы неплохо достать тотемы бессмертия. Они бы мне очень помогли в битве с этим системным гличом. Я купил у картографа карту с указанием лесного особняка, полетел его искать. И теперь мне нужно здесь убить всех вызывателей, чтобы выбить как можно больше тотемов. Все, тотемы бессмертия есть, зелья есть, яблоки есть, и теперь я полностью готов к битве с боссом. Один раз тотем бессмертия меня все-таки спас. Я еще несколько раз поубивал глича, чтобы накопить материи. Также с него выпадают фрагменты матрицы, которые используются в крафте гличовского слитка, который как раз таки и нужен для создания этой супер брони глича. И наконец-то на 95 день я сделал хотя бы одну часть брони на грудник. Как я говорил, также можно накладывать дополнительные эффекты на броню. У нее есть внутренний интерфейс, в который можно положить все те же бланки. И у каждого бланка будет свой индивидуальный эффект. Но засовывать бланки более высоких уровней в непрокачанную броню не получится. Для начала нужно повысить уровень этой же брони. И делать это можно с помощью конденсатора материи. Нужно сначала посередине запикнуть любую частицу брони и обложить ее любыми частичками материи, и тогда будет прокачиваться уровень. На 97 день я еще несколько раз убил глича и скрафтил уже гличовские штаны. И наконец 100 дней я решил сделать что-то реально крутое, а именно автоматическую ферму зомби. Я подобывал в краю различного рода блоков, чтобы сделать эту ферму красивенькой. Блин, здесь в краю даже заброшенные шахты есть. Далее я начал подготавливать все необходимые дополнительные блоки для фермы. Первое это алмазные колючки, которые будут убивать зомби, и с них даже будет выпадать опыт. И второе это вентиляторы, которые будут толкать зомби. Помните ту башню, которую я облутал? Я насчитал, что в ней в общей сложности 12 спавнеров зомби. Именно здесь я и буду делать эту автоферму. Также я понарасставлял везде на спавнеры пау-блоки, чтобы зомби не спавнились на них. Я сделал нижний уровень, куда будут падать все зомби, и поставил там вентиляторы, чтобы они сдувались в одну точку. Ну а если зомби упали и разбились, то лут все равно тоже будет сдуваться в середину. Хоть я и поставил пау-блоки, чтобы зомби не спавнились на спавнерах, но все равно те зомби, которые спавнятся выше этих спавнеров, падают на нижние. И эту проблему можно решить, просто поставив вентиляторы напротив спавнеров. Ферма уже наполовину готова, можно приходить и убивать зомби, но как я сказал, я хочу ее сделать автоматической. Для этого я расставил алмазные колючки в то место, куда падают зомби. Потом я поставил вакуумную воронку, которая будет притягивать предметы и опыт выпадшей зомби. К ней я присоединил обсидиановый сундук, чтобы там все скапливалось. Но потом я, к сожалению, узнал печальную новость. Оказывается, я не смогу сделать так, чтобы все 12 спавнеров спавнили зомби, потому что ванильная механика спавнеров такова, что если вблизи 16 блоков от спавнера нету игрока, то мобы не будут там появляться. Поэтому я читал блоки и стал ровно посередине этой фермы, и у меня получилось задействовать 8 рассадников монстров. На этой сборке есть загрузчики чанков, но, к сожалению, они никак не помогают появляться мобам и спавнерам. В итоге за 10 минут у меня накопилось столько ресурсов и такое количество опыта. Чтобы его отсюда забрать, можно скрафтить обычную душевую лейку, и он начнет выпадать. Вот и закончился сотый день этого выживания, и пришло время подвести итоги, каких результатов у меня получилось добиться за все это время. Субтитры сделал DimaTorzok